Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Закончилось два боя Фьюри Вален и Зепеда Педраса. Решил в одном ролике выпустить сразу два обсуждения этих боев, так как что-то сверхъестественное, выдающееся я не увидел ни в одном бое, ни во втором. И особенно вот Фьюри Вален, поединок, который как бы прошел, мало того, незрелищно, он еще и показал то, что Фьюри как бы сейчас или на спаде, или становится еще хуже, даже не знаю какие причины, или много гоняет веса, потому что нет мощи в нем, и избрал стратегию ведения боя, совсем неприемлемую. У меня такое ощущение, что он уже в третьем раунде как бы устал, Фьюри. Очень тяжело дышал, мало выбрасывал ударов. Далее, вот эта усталость, благодаря усталости Фьюри вынужден был работать не на дистанции, а постоянно заходить на ближнюю дистанцию. Хотя это делал неумело и неправильно, по той причине, ну как носорог опускал, видели все прекрасно, опускает голову, опускает руки и идет на соперника головой вниз. И это делал постоянно, в течение, там, может, второй половины боя, или даже больше, когда вот он перестал уже боксировать Фьюри на дистанции. Эта техника вообще, конечно, ему неприемлема, ребята. И благо то, что боксер попался не как уж, не без, во-первых, безударный, во-вторых, нефункциональный, он устал еще вперед, вперед Фьюри. И мало того, ребята, в последнем раунде он умудрился чуть не нокаутировать Тайсона Фьюри, когда попал несколько раз, и Фьюри вынужден был клинчануть. Ну, как вы знаете, ребята, уже то, что я от Фьюри не в восторге всегда, и скорее бы мне хочется, чтобы уже попался ему нормальный боец такой. Но я бы хотел, чтобы тот же или Миллер, или Ковнацкий вышли, и, конечно, расправились с этим бойцом. Потому что по той причине, что он вводит в заблуждение многих людей, которые к боксу не имеют отношения, и им кажется, что у Фьюри феноменальная техника, но на самом деле, мое мнение, то, что он просто огромен в размерах. Вот посмотрите, он вот этот навал от него постоянный. Валин, хотя и ростом по Википедии не намного меньше Фьюри, но когда они вышли в ринг, мы видим прекрасно, я вот увидел, какая все-таки большая разница. Фьюри тяжелее. Ну, 115, по-моему, у него килограмм было. И постоянные навалы вот эти, они вымотали Валина. Конечно, если бы стоял Миллер, в котором не 115, а 130, 140 килограмм, это была бы уже, ребята, другая история. Ну, в принципе, все, ничего интересного я не увидел. И если он будет боксировать именно так, и причину я не знаю, по которой он стал еще хуже, чем был. Если он будет боксировать так, то его любой середняк, ребята, побьет. Вот именно не Валин, потому что Валин, ну, он вообще не знает, откуда появился, а именно боец, который, ну, хотя бы, хотя бы более-менее бьющий, правильно? Тот же там, я не знаю, Чесора, мог бы, мне кажется. И если Фьюри будет в такой форме, мог бы нас удивить. Хотя и Валин чуть нас не удивил, друзья. Ну, поэтому вот так, друзья, будем, не знаю, конечно, с Фьюри, если такой выйдет с Валдером, то ждет его большая беда. Лучше ему не выходить. Далее, друзья, Зиппеда Пидраса. Так, ну, Зиппеда Пидраса, когда Зиппеда выиграл, ребята, этот поединок, я этот бой смотрел, то, ну, я как бы был доволен этим, так как, во-первых, я все-таки предпочтение отдавал Зиппеде, так как Зиппеда все-таки боец, боец неплохой, вот именно, не как вот именно там боксер отличный, а именно боец, мексиканец, боец, такой терпкий, может дать отпор любому, много бьющий. И я, конечно, хотел, чтобы этого Пидраса он выбил. Ну, так оно и получилось, ребята, но когда Зиппеда выиграл, я-то думал то, что многие давали на победу Зиппеда, и зашел, зашел посмотреть ставки какие были. И потом для меня было удивительно то, что букмекеры давали на победу Пидраса, я даже удивился, и начал пониже читать, какие причины выявлять. И там было написано, ну, я не знаю, кто там пишет у них, мне бы интересно посмотреть, кто эти прогнозы все дает, на что упираются они, делая вот эти прогнозы. И единственное, что меня удивило, это то, что у Пидрасы была оппозиция намного лучше, чем у Зиппеды. Но это вообще, ребята, ни в какие рамки не лезет. Это или люди далеки от бокса, или я не могу назвать причиной. Потому что, ну, понятно, там у Пидрасы, там Вася Ломаченко, и там еще кто-то, бойцы неплохие, в принципе. Но у Зиппеды один вот этот мексиканец, Хусе Рамирос, он перекроет всю оппозицию. Посмотрите, какой бой Зиппеды устроил с Хусе Рамиросом конкурентный. Даже какой-то судья дал 114-114 ничейный результат. И вот опираясь на это, допустим, букмекеры дают предпочтение Пидрасе. Но даже дело не в том, ребята. Даже дело не в том, дело в другом. Я, если честно, вот я немножко сомневался, как бы. Потому что Пидрасов все-таки боец-то техничный, так как мы с Ломаченко и бой видели, то, что видели лицо Ломаченко, и все 12 раундов продержался, и достойную, как бы, конкуренцию оказал Васи. И здесь, безусловно, как бы, мнение такое, то, что Пидрасов, ну, он техничный, но он, безусловно, техничный боец, ребят. Я и до Ломаченко говорил об этом, то, что умеет и побоксировать, умеет, и блочок, где надо подержать. Просто немощный такой, и все не отработано. Бывает, делает что-то не вовремя. Но техника нормальная у него, без вопросов. Но в Зипеде, почему я немножко сомневался, и как бы с небольшим преимуществом отдавал победу Зипеде. Потому что Зипеда, в принципе, боец, ребята, за которым мы никто не следили с вами, правильно? В основном, ну, я за себя говорю, за тех людей, с которыми я общаюсь. И он был для меня лично непонятен. В бою с Рамиресом он показал такую жесткую рубку, показал хорошую функционалку. Это один Зипеда. И Зипеда в другом, там, в каком-то бою, я смотрел, он как бы просто боксировал. То есть, боец может или просто боксировать, так вот потихонечку переигрывая своего соперника, или может рубиться, как именно, как мексиканец, держа удары, такой твердолобый мексиканец. И здесь вопрос возникал, как он будет с Пидрасом, правильно? Если он будет боксировать в легкую, ну, как в легкую, как вот обычно боксеры боксируют, потому что у него стоечка открыта, вот он дистанционно может боксировать, или он с Пидраса выйдет именно как рубака, такой мексиканец-рубака. Вот если он, я думаю, выйдет как рубака-мексиканец, то, конечно, у Пидраса там вообще вариантов никаких нет. Но если он выйдет, Зипеда, как технарь, то, конечно, у Пидраса должен быть какой-то там шанс перебоксировать. Потому, ну, знаем по какой причине, то, что Пидраса, в принципе-то, боец функциональный, правильно? Вот с Васей Сломаченко, смотрите, все 12 раундов стоял, боксировал, боксировал, и не сказать, чтобы сильно там и устал. Но, что мы увидели, ребята, то, что Зипеда, даже, даже, боксируя на дистанции, не обостряя события, не перерубая этого Пидраса, просто его переиграл и выиграл по очкам. То есть, техничней даже, чем Пидраса. И вот это, и я даже рад то, что именно Зипеда не просто забил этого Пидраса, как бы он мог это сделать в руки, а просто именно переиграл, показал уровень вот этого Пидраса. И то, что не зря мы говорили, то, что вот эти бойцы, как вот Пидраса, там еще ряд бойцов, которые, они, ну, не могут быть чемпионами, на них нельзя делать историю, друзья, на этих бойцах, бойцов. И самое интересное то, что вот Пидраса, возьмите, Линарса, они еще поднимаются на категорию выше, и пытаются там что-то изобразить. Вот здесь вот вообще мне непонятно. Ну, если ты в легкой весовой категории, ничего не можешь. Ну, куда ты лезешь выше, правильно? Так-то. По идее, друзья, ну, наверное, теперь опустится в легкую категорию, и если вот Пидрасе попадется, не дай бог, такой, как Хусе Карлос Рамирос, который там не только мало боксирует, в основном, который хукер, помните, у Дососа, который налетает и рубится, то, конечно, там Пидрасе будет беда. Это хорошо, если Зипеда попался тот боец, который может и побоксировать, видите, а может и врубиться. Это зависит от соперника. Ну, про Зипеда что я могу сказать? Боец не однозначный, боец интересный, и бои может все равно показывать интересные, и будем смотреть. Просто он какой-то неопределившийся, видите? Может и зарубиться. Его вот надо или рубиться, или боксировать, потому что, ну, зачем с Пидрасой боксировать? Пидраса хоть и выглядел больше Зипеда, но он все равно менее бьющий, менее такой мощный, правильный, а так в ринге он здоровее Зипеда и выше был. Надо было Зипеде как с Рамирсом идти и бить, бить, и было бы все намного интереснее. Так, ну все, ребята, вот такой анализ боев мы с вами произвели. Ну, наверное, вечером будет время, ребята, на Боевой провинции 2, может постримим, и я услышу ваше мнение. Удачи, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует...